Который состоит из нескольких частей. Братская могила, потом левее воронка. Где собраны остатки, оружие, скульптура девочки. И начинает мемориал водный камень с эпиграфом. Солдатское поле. Тебе, солдат, подвигом имя свое, обессмертившему хлебу и миру вернувшему ратное поле, воздвигли этот памятник комсомольцам. Так вот, памятник сооружен был не только на деньги, которые зарабатывали наши комсомольцы на строительных отрядах, но и руками студентов строительных отрядов нашей области. Итак, Московская трасса. Семь километров на северо-запад находится тот участок, который остался неразвенирован со времен войны. И вот наступило 18 сентября 1975 год. День трудовой вахты. К тому клочку земли собрались жители вот этих окрестных деревень и сел. Ветераны войны, делегаты седьмого слета, почетные гости. И зарокатали мотора сорока оранжевых тракторов. И вот эти все экипажи были такие данные задания, чтобы каждая делегация, вот 15 союзных республик, 13 городов-героев и страна соцлагеря, 40 как раз делегаций, привезли трактористов. И вот они все сели. И все вот первые за 35 лет после войны это поле было вспахано. А при вспашке поле были найдены останки советских воинов, которые погибли за эту территорию. И тогда все делегаты решили, что непременно они должны быть с почестью покоронены. Решили похоронить их здесь, вот рядом с трассой Москва-Волгоград. Вот сюда снова собрались 21 сентября 1975 года. Жители окрестных деревень, ветераны войны, делегаты седьмого слета. По этой дороге из города шел бронетранспортер. Вез за собой пушку, на лафете были урна с прахом погибших. Право опустить урну в братскую могилу, при этом было предоставлено ветеранам войны. На степе три раза прозвучал оружейный залп. Минутой молчания собравшись почтили память погибших. Зазвучала здесь траурная мелодия. Упала покрывала, и все увидели хрупкую скульптуру девочки с цветком в руке. Символ спасенного поколения. Автор мемориала лауреат Ленинской премии. Один из авторов памятников Хатыни, немецкий скульптор Левин. А вот чтобы создать такую композицию, его вдохновило письмо участника Сталинградских боев за эту территорию Дмитрия Андрея Ивановича Петракова. Вот оно тоже входит в композицию памятника. Мы в письмо отойдем. Мишка, ну сейчас ты что-то нас фотографируешь? Меня ты что-то, Вику, и фотографируешь. Ему важно и вас, как же. Да ну вас. А как же. Сколько фотографирует, я еще ни одной фотографии не видела. Так что, ты только меня в интернет не вздумай поместить. А как же, наоборот. Да ну зачем это, не надо. Это же здорово. Скажешь, Нань, помало уже нет, уже в Волгограде экскурсоводов. Взяли. Ты еще подпиши ровесице патриарху нашему, Кириллу. Тогда совсем будет хорошо. Ага. Или Трампу. Вот. Трампу, Трампу. Мы с одного года, да? С одного. С Кириллом. Да. Хорошо. Так. И перед вами письмо участника Сталинградской битвы. Майора Дмитрия Андреяновича Петрахова. Вот он. Со твоей семьей. Вот как ты, трехлетней своей дочери Миле. Моя черноглазая Мила, посылаю тебе Василек. Представь себе, идет бой. Кругом рвутся вражеские снаряды. Кругом воронки. И здесь же растет цветок. Вдруг очередной взрыв. Василек сорван. Я его поднял, положил в карман гимнастерки. Цветок рост тянулся с солнцу, но его сорвало взрывной волной. Если бы я не подобрал, его бы затоптали. Мило, папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови. До последнего вздоха. Чтобы фашисты не поступили так с тобой, так, как с этим цветком. Что непонятно? Тебе непонятно? Мама объяснит. Сентябрь 42-го. Значит, в одном из боев за эту территорию политрук Петраков бежал со своими солдатами в атаку. Увидел из земли вырос цветок. Машинально сорвал его, положил в карман гимнастерки. А вечером во время короткой передышки сел и написал письмо вот к своей дочери, которая вдохновила минского скульптора создать вот такую композицию памятника. Символом всех братских могил, которые разбросаны по бескрайним полям нашей Родины, находится и здесь братская могила. В ней похоронены вот останки солдат, которые были найдены при шпажке солдатского поля. На могиле надпись. Здесь лежат проявления, на меня Родина. А слева от этой могилы дерева. Каждое весно оживает природа. Распускается здесь. В ней похоронили войну, которая убивает все живое на земле. Воронка. Как будто оставлена последнюю взрывовом бомбы. В ней навсегда похоронена война. То есть собрали остатки оружия, которые были найдены при шпажке солдатского поля. Ну и, наконец, скульптура девочки. Символ спасенного поколения. То поколение, которое не видело войны, но которое сегодня свято чтит память защитников нашей Родины. И вот у нас ежегодно работает около 25 отрядов поисковых, которые поднимают остатки. Вот здесь были тогда похоронены безымянные солдаты, которых нашли остатки на территории Городищенского района. И вот они в новой могиле, которая вот за этой скульптурой девочки. Ну а Дмитрий Андреевич Петраков погиб на Брянщине в 43-х годах. Да, так что его уже выкупал, он не остался. И здесь, по-моему, тоже у нас замуровано. Вот давайте подойдем к потомкам. Письмо к этому. Да, послание в честь Дня Победы. Послание к потомкам заложено в 15-м году. Средь год столетия Победы Великой Дорогой. Только только они у нас замурованы здесь, но и здесь, да. Ну давайте подойдем к этому. У нас, вы же знаете, да, что принимали пионеров комсомол. И вот мы когда приезжали, по времени, советское, то вот это дерево, когда вручали пионерские галстуки, то они, это комсомольский билет, то они снимали пионерские галстуки и вот повязывали на дереве. Но сейчас-то нет пионерий, поэтому он вешает то ленточки, то георгиевские, то платочки, то у кого что есть, то носовые платки и все. А тогда приезжаешь, вот это дерево, все от начала до конца в красных пионерских галстуках. Конечно, это, да, вид такой всегда запоминается, если здесь, конечно, тебя принимали в пионерский комсомол. Значит, наши красные предопыты разыскали дочь майора Петракова. Теперь она Людмила Дмитриевна Петракова-Фадеева. После окончания Ленинградского института инженера годного транспорта она жила в Ульяновске, вот она в Кременческом музее в Ульяновске, где круголовка посвящена ее отцу. А на открытие мемориала «Солдатская поля» вот они ее пригласили сюда, вот она, как раз здесь, вот видите, вот у нас вот такое было мероприятие. Мы открывали вот этот мемориал «Солдатская поля». У нее дочка родилась, пусть и она по-дейбе. И она родила дочь, а у нее были внуки, и вот она, внук сообщил, что два года, и ждали ее на 70-летие вот Солдатской победы, но не получилось, болела и скончалась. Так что она, ну, понятно, что еще три года было, в 42-м году понятно, что уже, да. Но я хочу сказать, вот наши предопыты вот тогда разыскали дочь майора Петракова. Вот она и прибыла к нам в город, вот здесь вот посещала наш город. Ну, а в возрождении «Солдатского поля жизни» принимали участие 15 союзных наших городов, поэтому в крае другого «Хлебного поля» установили 15 лимитов. Мы сейчас к ним подойдем туда. Да, я расскажу, что вы там. Как, ну вы сцепотировались здесь, если вы не подходит? А то мы уйдем сейчас оттуда. Тяжко-то, как-то, да, тяжело, но душевно рассказывать. Потому что я все это, ну, что, я в это время жила, как вы говорите, у меня был товарищ, который сам, тогда в Горковье у нас, Кобсомола, а сейчас в Москве живем, и вот он говорит. Я готовил спашки, сказал, да? А ведь приезжали, ну, представляете, все странные соцслаги, думаем, ну, все. А мало ли что, ну, разминировали, а мало ли что. А вдруг что? Я, говорит, прихожу ночь и говорю. Ты мешай-то ты не заснимай, ну, тебя. И я, говорит, им говорю, ребятам подошел и говорю, давайте пройдем с Бараной по этому вот Колю. И они, говорят, у нас подкупили, да, и мы прошли ночью. А ведь мало ли что? Да, потому, ну, одно дело, когда это там ночью никто не увидит, не слышит. А если бы вот так вот что-то, да. Он говорит, я вот за это отвечал, меня, говорит, вообще колотило. Думаю, ну, разминировать, разминировала оттуда, а мало ли чего. И на всю эту, на всю, тогда, знаете, как-то, не только страну, на весь мир. Скажут, вот это все. Да, вон какие, видите, какие генералы были здесь. Ну, вот это Лемех, оказывается, вот эта часть, только Лемех. Да, вон, вон, их ровно 15. Осенью 75-го поле Побалика наступила весна 76-го. Первая послевоенная весна для солдатского поля. К тому клочку земли собрались снова жители окрестных деревень и сел, наши пассажирцы, ветераны войны. И право бросить первые зерна в землю солдатского поля. Предоставлено было ветеранам, им дали лукошко зерном, они с колясей там обратно не умеют. Но бросили ровно землю, эти зерна легли в землю, а затем вывели трактора и наши комсомольцы. И вот как бы в ответ на заботу людей, в 76-м году поле Долу не бывал исход, но еще 35 лет не пахали. В тот год наша область засыпала в закромы Родины 4 миллиона тонн зерна. Кстати, в этом году около 5, да, или есть уже 5. Вот, и среди этого зерна был первый послевоенный хлеб солдатского поля. К 120 гектарам солдатского поля прибавили 280 гектаров целины, и весь этот участок был отдан комсомольской молодежной бригаде Николаю Чернощеку, вот совхозу 62-й армии Градищинского района, территории которой мы и находимся. И вот каждый год в общей каравае волгоградского хлеба был хлеб солдатского поля, и ныне грузится он гордо в автомобили, в корабли. Хлеб волгоградский, хлеб подборный, хлеб героической земли. Вот в этом году 5 миллионов сдали, да, почти, во всяком случае, около 5 уже было. 4 700, потом сказали 4 900, и вот сейчас вот добивали, наверное, последние вот это, до 5 миллиона. Это много в прошлом году у нас, да, много наших сдали в этом году. Так что вот видите, у нас вот такое мероприятие было в 75 году здесь такое, что несоюзного значения, да. Да! Да! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok